Итак, здравствуйте дорогие интернет-зрители! С вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Gran Turismo 3 для второй PlayStation. Ох, в прошлой серии, как давно это было, да? Мы с вами получили лицензию B International, заработали потом и кровью, можно сказать, но все-таки получили. Ну а в этой серии мы приступим к прохождению опять чемпионатов. И здесь будет работа для нашего снова NSX, для моей любимой Тачилы. Работы много, работа тяжелая, но приятная, черт возьми, приятная работа. Будем колесить бескрайние просторы трасс третьей части Gran Turismo. Вот, значит, пригодился нам как NSX, он сразу покрывает множество чемпионатов. Собственно говоря, Type R-овский вот чемпионат у нас на очереди, так как NSX мы предусмотрительно взяли именно Type R. Хотя у нас был на выбор еще NSX Type S Zero, но нет. Вот, дабы не тратить особо много денег, будем на этой машине великолепной проходить в этой серии чемпионатов. Ну посмотрим, ладно, как там дальше дела пойдут. Вот, давно-давно я, да, не ездил, знаю, не ездил от туризма. Немножечко подзабросил, но игра очень большая, громоздкая, поэтому иногда надо от нее чуть-чуть передохнуть. Вот, ну сейчас, слава богу, мы в нее вернулись. Вот. Что сразу хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать, радостные новости вам рассказать о том, что вот вскоре, совсем вскоре у нас уже вот наступила осень, и поэтому в ноябре выйдет Гран-туризм и спорт. 16 ноября она должна была выйти, но не тут-то было. Вездесущий сейчас вот этот вот, не знаю, как его обозвать-то даже. Проблема вот этого вот переноса, вездесущий вот перенос этот, он коснулся и нашей с вами горячо ожидаемой игры Гран-туризм и спорт. И ее перенесли, перенесли, перенесли надолго, ну где-то как минимум до начала 17-го года, наверное до весны. Ну точной даты сейчас неизвестно, к сожалению. Сказать по этому поводу абсолютно нечего. Как раз таки в данный момент проходит выставка Tokyo Game Show, может быть там чего-нибудь сообщат, хотя и то вряд ли. Но будем посмотреть, что называется. Чего они там полифоники навыдумывают. Ну, на самом деле я к этому отношусь достаточно спокойно, это я тут так в туч нагнал специально. Но на самом деле я думаю, что это нормально, раз полифоне посчитали, что игру надо отложить, значит есть реально проблемы. Ну, либо же они чего-то там такого хотят добавить, что требует дополнительного времени. Это тоже нормально. В основном игры выходят недоработанными и сырыми за счет того, что на них давят издатель, на разработчиков. А Sony в этом плане отличается некой такой лояльностью, спокойностью что ли. И, ну, может предоставить некий карт-бланш разработчикам. Ну, а полифоне, так как уже давнишний партнер, и партнер в общем-то такой беспроигрышный. Поэтому, ну, в общем, Sony позволили, видимо, продлить стадию разработки. И полифоники сейчас сами посчитали, что им нужно еще время. Ну, и, соответственно, взяли тайм-аут. Будем надеяться, что эта игре пойдет только на пользу. А я, собственно, только так и думаю. Потому что, если бы они выпустили сырой продукт, и потом его патчами допиливали, ну, это, если честно, уже достало. Это повсеместно у нас есть. И это уже надоело. Это очень прискорбно. Это пользуются сейчас этим все, что есть интернет, выпускают недопиленные проекты. Опять же, повторюсь, что по большому счету из-за того, что на них давят издатели, разработчиков. Сами разработчики, конечно, думаю, вряд ли бы стали выпускать недоработанные продукты. Ну, если уж совсем, то какие-нибудь отмороженные. Вот. Так, тем временем мы первую трассу прошли. Это у нас тут чемпионат. Но чемпионат-бегинер, поэтому здесь проблем не должно быть. Ну, и, собственно, их и нет. Вот. Следующая трасса. Так что, запасемся терпением и будем ждать спокойно новой части Гран-туризма. Должна она выйти хорошей. Крепкой. Благо, там не будет вот этих вот стандартных машин, на чем многие ругались. Понятно, что это не совсем полноценная номерная часть. Еще, конечно, поэтому оттуда выпилили стандарты. Но, тем не менее, на данный момент там говорилось о чуть больше, чем 100 машинах. Ну, может быть, сейчас еще что-нибудь добавят, пока вот будет допиливаться игруха. Ну, и, видимо, чуть более расширенный, возможно, автопарк. Вообще, еще смотрел интервью Игоря Осанова. Ну, я думаю, все любители Гран-туризма должны, наверное, его знать. Журналиста игрового в игромании, работавшего очень долгое время. Ну, и, в общем-то, он является таким специалистом именно по автосимуляторам. Он сейчас вообще там упоролся и заработал себе гоночную лицензию. В общем, пошел по гоночной линии прям серьезно так. Ну, и, в общем, на Е3 он пробовал поиграть в Гран-туризма Спорт. Ну, типа, как в демо-версию или в бета-версию. И он ее хвалил, в общем-то. То есть, в целом, такой достаточно положительный был у него отзыв, что касается графики. Но вот физическую модель, он про нее сказал, что она мало чем отличается от Гран-туризма 6 на PS3. Что, мол, разработчики, на его взгляд, ну, как бы практически ничего не поменяли со времен шестой части. Как бы, ну, не сказать, что это прям плохо, потому что физическая модель Гран-туризма 6 достаточно уже такая реалистичная, что ли. Но, как бы, то, что нету шага вперед какого-то ощутимого, это, конечно, печально. Вполне возможно, что именно вот с этим связан перенос еще. То есть, просто хотят допилить, допустим, физическую модель еще. Не знаю, я-то как бы не щупал, не трогал. Только вот можно по отзывам каких-то людей, которые уже игрались. И он достаточно профессиональный человек, к мнению которого можно верить. Вот, поэтому, ну, конечно, было бы достаточно печально, если бы вышла GT Sport, и не было бы там никакого прогресса именно в физической модели. Поэтому... Поэтому еще раз повторюсь, ничего там плохого я не вижу. Ну, выйдет она через полгода. Даже если она выйдет через год. Ну и что? Главное, чтобы вышла и вышла, ну как, цельным продуктом. Вот, не сырым. Допиленным, доделанным. Там в сети уже такие возгласы, ну, такой паники уже. Паникеры, как обычно, есть. Они уже кричат, что вот, наверное, Полифония вообще забила на GT Sport, и уже не выпустит ее. А просто плавно перейдет к разработке GT 7, и уже там еще через пару лет просто возьмет тупо и GT 7 выпустит. Да, блин, даже если и так будет, ничего в этом такого плохого нет. По сути... Ну, они как бы GT Sport хотели выпустить, чтобы уж слишком сильно фанаты не голодали. И, возможно, поэтому спешили. Ну, вот. Получилось, видимо, сыровато. Так что, ждем с нашей великой серии, продолжение ее, спокойно, запася с терпением. Так. Ладненько. NSX тем временем работает исправно, приносит нам победы, приносит нам бабосики небольшие, но все-таки приносит. Так, это у нас, че там, вторая гонка. Когда такие вот гонки хоть, ну, не слишком сложные, можно хоть на расслабоне так пообщаться немножко. А то... А то, а то постоянно следишь за соперниками, за машиной, слишком сильно напрягаешься и толком не поговорить ни о чем. Ну, и давайте немножечко поговорим о реальных гонках. Формуле 1, естественно. О чем же еще? В эти выходные... Ну, сегодня среда, вот. В пятницу уже начнутся свободные заезды Гран-при Сингапура. Ночного. Классная трасса, достаточно сложная. Достаточно интересная и красивая, естественно, обладающая каким-то таким собственным шармом. Ну, в основном, конечно, за счет того, что это ночной этап. Красиво, конечно, что все смотрится. В чемпионате у нас в Формуле 1 вообще напряженка полнейшая. осталось, ну, по сути, последняя треть, даже чуть меньше. Вот, перед Гран-при Италии в прошлом как раз отсеклось ровно две трети чемпионата. У нас 21 гонка в этом сезоне, как вы знаете. И вот осталось шесть. Сингапур. Сингапур у нас идет пятнадцатым этапом. Вот, и предстоит достаточно интересная гонка в Сингапуре. Да просто даже потому, что в прошлом году это единственная гонка, где не было гегемонии Мерседеса. И там они единственный раз в году не смогли именно по скорости выиграть. Вот. Прадо, это, конечно, не значит, что то же самое произойдет и в этом году. Потому что в четырнадцатом году, например, Хэмильтон выиграл гонку ну, без особых проблем. Вот. Ну, будем посмотреть. Рэдбулы, они всегда сильны на городских вот таких трассах. Поэтому, естественно, будут сражаться. Феррари тоже, в принципе, подтянулись. Вроде бы. Так что будем посмотреть. Призываю вас по-любому смотреть эту гонку. Есть за кого поболеть в чемпионате. Напоминаю так, что у нас за первое место между двумя претендентами на титул два очка всего лишь. Они у нас по совместительству являются еще и партнерами по команде Мерседес. Так, если кто не в курсе. Вот. И борьба предстоит плотная. Но рискну сделать такой небольшой прогнозик. Хотя это дело неблагодарное, но все же. думаю, что Росберг провалит Сингапур. Не потому, что он там плохо на городских трассах или еще как-то по каким-то причинам. А вопрос потому, что Гран-при Сингапура для него станет двухсотой гонкой. А как мы знаем, разного рода юбилейные гонки, они практически всегда оборачиваются провалом. Поэтому ну против судьбы не попрешь. Я думаю, что Росбергу надо будет очень сильно постараться, дабы переломить что ли судьбу. Вот. Хотя шансы есть на это. И также напоминаю, что, например, Жек окна Пенка, он же Дженсен Баттон, свою-то двухсотую гонку смог выиграть. Вот уж кто действительно с судьбой дружит, может с ней договориться. Но, думаю, надо перед гонкой Ника подойти к Дженсу и просто спросить у него, что ты парень делал-то такое? Как ты смог уладить судьбу судьбинушку? Как ты с ней договорился? Ну, это шутки, конечно, все. Но как бы от судьбы не уйдешь. И статистика вещь упрямая. Она нам говорит, что юбилейные гонки не получаются. И не то, что не получаются, они зачастую вообще полным провалом оказываются. Так что большой шанс, что Росберг провалит Гран-Пари Сингапура. Ну, ладно, посмотрим, тем будет интереснее наблюдать. Будет, скажем так, еще одна небольшая переменная вот у нас в Гран-Пари Сингапура такая вот неожиданная. Вот, также это у нас что касается борьбы за лидерство, за чемпионат мира. Также у нас есть большое сражение за второе, нет, не за второе, за третье место. Это между целыми двумя командами и всеми четырьмя пилотами их, ни много, ни мало. Это Рэдбул и Феррари. Они у нас сражаются и за второе место в Кубке Конструкторов. Рэдбул впереди, но Феррари в Италии смогла подобраться. Всего 11 очков в чемпионате в Кубке Конструкторов, а в чемпионате там также достаточно плотная борьба. Там сейчас, по-моему, Рикьярда лидирует, но Феттель опять же смог немножечко подобраться. И там же и Райканин, и Ферстаппин. В общем, все они борются между собой за бронзу в чемпионате мира, потому как не думаю я, что кому-то из них по силам добраться до до Мерседесов, в общем, естественно. но также между ними интересная борьба идет. И также достаточно интересная плотная борьба идет за четвертое место в Кубке Конструкторов, достаточно неожиданно вспыхнувшая и всю первую половину чемпионата в принципе у Вильямса особых проблем вроде бы не было. Но вот во второй половине чемпионата как-то они подсели и подпустили к себе достаточно близко сначала, а потом и выпустили вообще вперед Форс Индию. Форс Индию частную команду, которая уже какой год не то, что на ладан дышит, но с финансами у нее постоянные проблемы. Они вот прямо на грани разорения балансируют, но каким-то чудом им удается великолепные машины строить при их-то затруднениях финансовых. В этом году они не много не мало претендуют на четвертое место в Кубке Конструкторов. Мне эти команды если честно обе импонируют, что Вильямс, что Форс Индия Форс Индия это в принципе вообще Джордан изначально. Я тоже всегда переживал за эту команду старика Эдди, старика Шалуна такого шебутного. Вот. И мне достаточно сложно там болеть. Ну объективно что ли скажем так. Но все равно интересно наблюдать. Интересно. Вот. И борьба опять же достаточно плотно идет. Там по-моему всего 4 очка между двумя командами и Форс Индия сейчас чуть-чуть позади. но это будет вообще конечно ну очень сильно мощно если Форс Индия сможет конечно все-таки завоевать четвертое место. Все-таки Вильямс это ну по крайней мере по сравнению с Форс Инди это топ команда. Конечно у них бюджеты сильно отличаются если даже сравнить Вильямс с первыми тремя командами Разика так в 2 наверное точно то и больше но по сравнению с Форс Инди там вообще пропасть. Вот поэтому в принципе по как бы с точки зрения Форс Индии по отношению к ней Вильямс это топ команда и получается что такой среднячок как бы борется сейчас с топ командой за четвертое место конструкторов это конечно круто это прям очень ну хорошо что ли для Формулы 1 даже потому что может вдохновить каких-то частников это же частная команда Форс Индия просто богатого достаточно человека ВиДжиа Мали и то который сейчас по сути он банкрот у него была авиакомпания он разорился там продал ее и сейчас он не знаю вот на плаву только за счет команды Формулы 1 и держится и вообще его вся на родине в Индии давно разыскивают ну прям типичный такой олигарх прям как наши он скрывается в Лондоне тоже но нам он импонирует просто потому что он черт возьми держит такую классную команду как Форс Индия Формуле 1 так что будем за него переживать вот и надеюсь если они все-таки завоюют четвертое место то наконец-таки получат каких-то крупных спонсоров их заметят придут наконец-то к ним большие деньги ну хотя бы хотя бы просто придут деньги большие вот и тогда тогда я не знаю если Форс Индия заимеет хороший солидный бюджет то я думаю что командам ну которые в самой верхушке зачетной таблицы надо будет очень сильно остерегаться индийской силы если они с таким скромным бюджетом могут строить такие машины что же будет если им дать толстый толстый кошелек неизвестно было бы интересно посмотреть ну и плюс я как говорю что возможно это вдохновит кого-то на дебют в Формуле 1 также на создание может быть своей собственной команды то что не все как оказывается решают большие деньги по крайней мере и можно сражаться имея достаточно скромный бюджет вот ну и наверное на этом все есть еще плотное конечно сражение Макларена с Торо Россо Макларен сейчас вырвался вперед но я думаю там у Торо Россо шансов нету хотя Сингапур по идее должен им подходить их машине но за счет того что конечно там движки прошлогодние Феррари я думаю шансов у Торо Россо нету бороться с Маклареном и думаю это заведомо проигрышная битва тем более что Макларен гонка гонки все таки становится все сильнее и немножечко налаживает ситуацию кстати говоря о Макларене тут Дженсен Баттон объявил о завершении карьеры своей ну точнее не о завершении карьеры а о том что он вроде бы как годичный отпуск вперед и на его место приходит молодой да ранний Стофель Ван Дорн конечно очень классный пилот но что-то мне кажется что нету шансов у Жеки Кнопенка вернуться в восемнадцатом году как это не прискорбно но думаю что Дженс доезжает свой последний сезон печально печально и это он в Монсе объявил и в Монсе также объявил о завершении карьеры по окончании сезона еще и Филиппе Масса вот так что два ветерана у нас уходят постепенно сменяются поколения приходят все новые молодые бойцы так давайте немножко отличемся от Формулы 1 вот мы завершили чемпионат Type-R и дали нам ну как уже мы привыкли опять же Type-R машину логики в этом мало конечно интегра Type-R и она по сути она нам ни к чему так для коллекции машина то в общем то неплохая но логика вот распределения здесь машин конечно странная хотя там тоже в этом чемпионате видели 4 машины целых дается на выбор и может быть можно что-то более адекватное там заработать так давайте посмотрим что у нас может по деньгам что-то мы сможем заработать более серьезно в лиге amateur так race of the red emblem это вот что у нас red emblem скайлайны там были gtr еще одна любимая моя машина из нашего родного автопрома так скайлайн gtr виспек r34 чуть-чуть денег не хватает в общем как вы поняли я хочу прикупить gtr попробовать пройти чемпионат вот этот интересный получается монокласс так тут есть r32 нет не хочу r32 r33 принципе я уже много раз подчеркивал что именно этот кузов мне больше всего нравится блин смотрите какой красавица давайте возьмем его вот в таком вот фиолетовом наверное цвете но это классика черт возьми жанра блин у нас останется рубль всего а рубль то рубль у нас есть там кое-что на продажу у нас есть на продажу что у нас тут есть так ттшка да у нас две же ттшки одинаковых точно тоже еще один бредовый был подарок чемпионате ауди ттт нам дали ауди тт давайте одну продадим которую нам дали которую мы сами покупали на немножечко у нас все-таки прокачено вот ну что же и давайте его чуть-чуть все-таки качнем так сейчас хочу не знаю что я хотел запутался немножко так шины шины блин маловато денег конечно вот опять мы пришли к тому что мы нищеброды по сути придется покупать самый жесткий комплект покрышек но все-таки это гоночные покрышки и конечно все равно это лучше чем ничего так остается у нас 2 2 200 немножко лошадей добавить не знаю вот это вторая лига она там там уже тачки конечно посерьезней ну не знаю посмотрим сейчас как мы будем на их фоне смотреться я думаю что все должно быть ну примерно одинаково раз мы на NSX чуть более прокачанном настолько отрывались в beginner лиге то здесь я думаю чуть-чуть прокачанная тачка должна быть как раз на равных смотрите здесь 30 тысяч дают за победу ох было бы неплохо конечно очень сейчас посмотрим ладно скайланчик давай не подведи не подведи парень очень на тебя возлагаю надежды большие правда прокачали мы его конечно слабовато так сразу отключим всю электронику вспомогательную дабы она не душила наш скай так активный стабилизатор зачем он нам нужен что нам там стабилизировать он и так в поворотах как вкопанный стоит стоит настолько как вкопанный что у него еще и недостаточная поворачиваемость ярко выраженная так ну что же смотрите тут и r34 против нас лупится ну в принципе первые метры дистанции все покажут так ага поразгону то ребята пошустрее будут ну ладно это что называется старт с места на первых передачах так тут у нас три круга ну ничего ничего сын кей концу третьего круга я вас всех уделаю ох как он блин плохо поворачивает все таки блин покрышки все таки слики не помогли ой у него вообще прямо жесткая недостаточная поворачиваюсь очень прям не хочет он ехать туда куда его направляешь совсем блин еще такое полная что-то жесть короче мы тут проигрываем и по максималке и по ходовой части видимо видали как дрифтить надо да это жесть это жесть и я не намерен продолжать эту жесть ладно давайте выйдем не будем позорить ребят потому что если я на такой тачке выиграю этот чемпионат я их просто позорю так что нам предпринять в этой связи есть ли у нас в beginner лиге такой же чемпионат red emblem так чудо как-то чудо как-то по-моему нету мирового чемпионата нет поджука мы тоже закосить не сможем ладно берем снова наш бойцовский болид который нас еще пока не подводил так nsx а нет это rsx кстати почему-то интегра идет у нас как аккура здесь странно аккура rsx она кстати под таким названием у нас в need for speed underground так вот мр челлендж и у нас nsx и под это дело подходит под здесь 5 тысяч дают ну понятно начальная лига что с нее взять пацанчики просто по воскресеньям ездят денег у них еще пока немного так сбрасываются перед гонкой деньжатами и победитель забирает все хотя нет даже не все еще и распределяется там между всеми участниками достаточно честно так ну и что же мы здесь имеем здесь у нас ребятки тоже по прокачанию уже стали уже так легко не сдадутся ну вроде бы не настолько все плохо как нам было на скайе все-таки nsx у нас и резина тут помягче стоит на нем насколько я помню и по моему на мощность моего тоже прокачивали поэтому тоже постепенно уходит но ладно в общем посмотрим сейчас давайте блин чуть-чуть чудо пока сшибаюсь не самая показательная трасса просто токио r246 я ее не настолько хорошо знаю я здесь просто могу сливать тупо из-за 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 того что не шибко хорошо ее знаю кстати что-то да е-мое опять вот тиранулся что-то как-то это странные какие-то ощущения у меня по части нашего NSX знаете почему потому что он себя немножко стал по-другому вести такое впечатление что у него появилась недостаточная поворачиванность это что болезнь передается я не знаю как через джойстик что ли от Sky вот передалось к NSX что за ядрен батон здесь видите уже надо достаточно ехать напряженно уже так не поговоришь здесь хотя у меня там есть еще кое-что сказать относительно формулы 1 даже есть там интересный еще вопрос мне напрягает что поведение машины почему-то изменилось что за ерунда помощники все отключены ничего не включалось почему почему я вот видите чуть-чуть изменилось поведение машины прям как я вот уже мало того что я трассу не очень хорошо знаю в том смысле что точки торможения да контраст поворотов понятно но точки торможения я тут еще не особо хорошо знаю и еще и машина почему она ведет себя так странно что за непонятка такая что там инженеры мы намутили или это диверсия мне заменили покрышки слик на спортивные с протектором прорезали пробрались в мой гараж и порезали мои мой комплект резины о тоже тупят смотрите-ка ударился впереди вообще едет такой а это мр2 это мр2 о а кто это они поехали они в боксы поехали какого хрена ничего не понял подождите 5 кругов да все правильно я уже думал что может я по запаре какой-то эндюранс поставил на выносливость второй круг третий начался кончался второй круг и они поехали в бокс еще не мы с одной стороны это хорошо с другой я плохо когда не понимаешь что происходит я очень хочу разобраться в том что сейчас происходит что за что за ерунда подождите а вот в левом нижнем углу у нас покрышки есть состояние в смысле резина я что-то не помню но уже не было еще не понял не 5 кругов это же не эндуранс желтые так ну это не прогрев это именно не показывает насколько стерты блин здесь что покрышки стираются ну это бы объясняло то что они поехали на пидстоп правда всего был второй круг чё за фигня творится я ничего не понимаю ё-моё и смотрите как они меня уже достали они были далеко позади и вон они уже едут прям позади меня он уже жужжат прям блин чё чё-то я не пойму в гран-туризма 3 с 5 кругов начинается чего мотор спорт элайз пит ин а да заехал ещё кто-то в боксе вы смотрите как так чё это клио насколько он быстрее у него получается свежая резина и вообще машины здесь быстрее у нас уже резина жёлтая блин точно это получается начиная с 5 кругов гран-туризма 3 идёт истирание покрышек уже видимо и с этим связано то что я говорю изменилось поведение но действительно машина себя по-другому ведёт даже на первых кругах я это вам ещё и по первым частям гран-туризма говорил что в тех чемпионатах где покрышки стираются физика она чуть-чуть меняется всё равно да и машина вот стала уже вести покрышки у нас жёлтый вы смотрите как он кусается он просто висит на хвосте ещё мр ох ты а я второй все заехали в боксы в принципе я от первого не так далеко так интересно а без спецтопов я смогу проехать но я блин не удержу его он кошмар насколько он быстрее всё меня вынесло и это вообще мр2 вы гляньте вот это да блин это для меня сюрприз конечно по-моему у нас ещё не было гонок в третьей части с износом покрышек и да здесь машина по-другому NSX с самого начала даже на абсолютно свежих покрышках вёл себя по-другому ещё один парень да это лотус богомерзкий так вот ну хорошо одну позицию мы отыграли но надолго ли последний круг в принципе остался блин ну это интересно я настолько чёрт возьми два лотуса смотрите слева и справа охренеть охренеть они настолько быстрее просто жесть зато мне так понравилась напряжённая борьба вот с этим клио когда два круга я его сдерживал вообще интересно все резина поплыла уже конкретно поплыла так я пятый а смотрите насколько отстаёт от нас последний чувачок отстаёт блин вообще не держит трассу думаю 5 это место я сохраню ну давайте уже доедем ну действительно интересно это просто как бы новый опыт что ли получить вот с такой конфигурации машины мы не сможем с ними сражаться просто ну я не был готов что ли я что-то не знал что покрышки стираются так смотрите ка это вот что у нас клио так лихо нас прошёл круг кругом ранее но то ли убил уже покрышки то ли да смотрите у него походу ошибся с составом резины и резина у него поплыла в борьбе её истёр вы гляньте насколько быстро я его опять обошёл хотя у меня резина вообще я же не менял её блин прикольно смотрите 6 почти нас догнал насколько они быстрее едут на свежей резине так в общем удалось даже четвёртое место занять просто немного даже растерялся поначалу у меня прямо в ступор ввело то что они в боксе поехали тут еще и резины стараться да прикольно прикольно будем знать что если получается что 5 кругов то всё начинается уже спидстопами гонки интересно достаточно так ладно тогда мы здесь пока тоже не поедем здесь надо немножко NSX ещё качнуть слабоваты мы в такой конфигурации машины мэр челлендж да я сказал что мы в бигинер зашли нет конечно аматюр лик давайте здесь мэр челлендж здесь у нас проблем ой ну здесь деньги совсем конечно слабенькие 2000 ну хоть что-то хоть что-то пройдем по крайней мере какие-то деньги заработаем потом дадут нам еще машину ну и вообще просто проходить же надо чемпионаты чё как бы там ни было вот так у нас три трассы что здесь совсем не не разнообразные какие-то соперники одни мр2 странно что NSX они никуда не ставят но может в более более продвинутых лигах будет NSX что считается слишком крутым соперники его не ставят хотя было бы интересно столкнуть лбами 2 NSX так ну здесь да здесь у нас снова проблем особых не будет уже видно конечно вот и можно опять чуть-чуть поговорить на немного отключенную тему вот что собственно я хотел сказать так я там начал говорить что у нас два ветерана уходят из формулы 1 но один точно уходит а другой как бы объявил о переходе на другую должность вообще Дженсен будет в Макларене типа тест пилота сейчас роль исполнять и если что-то случится с Вандорном или Алонсо то именно он сядет за руль как это было в этом году сам Вандорн заменял Алонсо на одном из первых этапов там на хрени по-моему вот так вот что я хотел сказать по поводу этих самых ветеранов в общем с уходом Дженсена Баттена целая эпоха закончится формулой 1 все это конечно достаточно расплывчато но все же эпоха эта касается непосредственно немножко даже меня потому что я начал смотреть формулу 1 именно вот ну как бы плотно и у нас вообще по телевизору в нашем регионе стали показывать формулу 1 с 2000 года до этого очень разрозненно были трансляции не всегда их показывали и да я следил за формулой 1 но в основном из журналов а вот с 2000 года именно начал очень плотно следить каждую гонку смотреть даже записывать на кассеты все гонки именно с 2000 года и именно вот как бы с этого года я веду отсчет вот ну своей что ли карьеры можно это так назвать формульный стаж скажем так трудовой болельщицкий такой на профессиональном уровне что ли и вот до сих пор оставался последний пилот который ну как бы был еще и в тот год когда я начал смотреть формулу 1 и это как раз таки именно Дженсен Баттон остался последним он был уже все поуходили все те кто принимал участие вот именно в том сезоне в 2000 рано или поздно они все ушли и он вот был таким последним из магикан последний такой соединяющей ниточкой сквозь время блин 16 лет сейчас сам отговорю и даже как-то диву что ли даюсь немножко интересно конечно вроде совсем недавно было уже 16 лет прошло именно в 2000 году Дженсен он дебютировал он был таким высоким долговязым парнем дебютировавшим в команде Вильямс вот кстати его долгое время прочили в этом году что он перейдет в следующем году в 17 именно в Вильямс ну и как бы круг замкнется но нет он выбрал другую для себя судьбу и вот так вот из молодого юнца он превратился в ветерана Формулы 1 завоевал таки чемпионский титул и надо сказать что как гонщик он конечно сильно вырос после именно завоевания титула и раньше я за него не болел я не являлся особо его поклонником вот но вот где-то начиная года с 2010-го 11-го я стал болеть за него джинс прям меня поразил он очень вырос ему чемпионство дало вот какую-то уверенность что ли в себе он настолько просто стал увереннее прямо вот видно четко вот он в 2009 году стал чемпионом мира из 2010-го года вот он же перешел в Макларен тогда к Льюису Хэмильтону и все говорили что что же он делает да он же его там разорвут просто принесут жертву и ну закупят карьеру да он идет он идет к самому Льюису Хэмильтону любимчику Макларена а нет вот именно в Макларене-то он и очень сильно вырос вот там я его и ну заметил что ли как-то вот он поменялся и стал гораздо взрослее опытнее раскованней и мягко говоря не потерялся на фоне Хэмильтона в принципе они три сезона вместе провели и все эти три сезона они были очень близки имеют в чемпионате чемпион чемпионство ни тот ни другой ни разу конечно взять не смогли в те три года но были всегда близки то чуть-чуть Хэмильтон впереди то чуть-чуть Баттон но сражались они на равных Хэмильтон был всегда быстрее в квалификациях он чисто такой конечно квалификационный боец практически непревзойденный но в гонках вот Дженс он именно он чем-то вот даже знаете напоминает просто вот просто он был всегда тоже когда они в Макларене тоже кстати бились с Сеной Сенна был тоже также квалификационный боец такой более дерзкий резвый да но просто он брал вот именно своей ну что ли такой вот какой-то суровостью подходом гонкам очень таким прагматичным ну не зря его профессор называли что он подходил гонкам такой шахматной партии не всегда он рвал на себе волосы лишь бы лишь бы быть первым все четко очень тактически отрабатывал ну и Дженс он тоже в таких вот всегда сложных гонках с погодной точки зрения либо когда какие-то происшествия на трассе он очень часто в таких гонках выигрывал именно за счет своего подхода этого классного вот этим он мне собственно и нравится хотел сказать нравился но нет пока он еще не ушел вот и я конечно очень-очень надеюсь что он вернется в восемнадцатом году но чисто как бы логически даже понимаю что это маловероятно ну потому что я думаю что в Андорн это все это пришло будущее это сильный пилот и вряд ли снова в Андорна в восемнадцатом году поменят могут взять Баттона только в том случае если Алонса в семнадцатом году закончит карьеру также завершит ну например Макларен опять не поедет в семнадцатом году и Алонс окончательно разочаруется в этом деле во всем и ну решит в общем или шлем на гвоздь повесить или уйти куда-нибудь в Лиман в принципе он уже подумывает об этом вот тогда Дженс может вернуться буду несказанно этому рад вот собственно о чем я еще хотел вам рассказать такими эмоциями немножко поделиться своими это даже чуть-чуть чуть-чуть личное какое-то такое мое вот такие значит дела у нас ну и еще конечно заквята блин переживаю квят что-то все он никак не может восстановиться очень сильно надеюсь что оставят его в следующем году в Торороса все-таки но на больше больше все-таки в принципе надеюсь что он из Торороса уйдет уйдет вообще из связки этой редбуловской из-под крыла их потому что сомневаюсь я что что-то ему светит еще в этой команде ну даже не в команде а вот во всей этой во всем этом концерне редбул не думаю раз его в такую жертву принесли уже один раз то принесут и еще раз если надо будет и так же если появится у них какой-то ну вот у них сейчас пьергослив гран-при 2 едет у редбуловцев если он станет чемпионом мира там то они так же могут сейчас и квята выкинуть и на его место взять еще и гасли вот так что было бы конечно круто вот ходят слухи что его в вильямсе квята хотят вот было бы очень классно туда попасть эта команда достаточно такая тоже демократичная сейчас она за титул не борется это такой крепкий сейчас середняк даже с с такой заявкой даже на больше поэтому блин это был бы прям вообще идеальный вариант для квята вот попасть в вильямс там бы с него спал бы этот вот прессинг мощный по-любому его сейчас прессуют один фиг хотя он этого не показывает по нему прям видно что не может он восстановиться после этого психологического удара вильямсе как раз и по разряжении была бы психологическая обстановка можно было бы в межсезонье ему восстановиться а если еще и но они остаются с мерседесом вильямс в следующем году достаточно сильно изменится регламент если вильямс попадет еще в этот регламент то чем черт не шутит может быть они и вырвутся куда-то выше и это было бы круто хотя даже если вильямс останется вот где-то вот третьей четвертой команды это вообще вот идеальный вариант не будет прессинга и от него не будут ждать чемпионства или каких-то побед громких а просто улучшение результатов и на мой взгляд это прям идеальный вариант но это еще надо как говорится туда попасть и для этого надо конечно в Туророса еще желательно концовочку сезона это бы провести на ура но с такой машиной опять же не получается машина что там горит машина фуфло фуфло и поначалу она еще ехала просто за счет хорошего мотора феррари прошлогоднего но сейчас все ушли вперед и и все почти без шансов ну вот в Сингапуре может быть какой-то шанс будет городская трасса традиционно как бы вот и да и если показать неплохие результаты в конце сезона то это повысить шанс попасть куда-то в более хорошую команду вот такие мысли у меня относительно квята еще так что болеем переживаем поддерживаем нашего парнягу он молодец пока у него все было нормально ехал он классно но вот его взяли так и подкосили негодники дядьки толстосумы из редбула этот серый кардинал там блин хельмут марка не люблю этого кровопийцу так ну что же вот мы собственно говоря закончили мр чемпионат на расслабончике пообщались еще на интересную тему как я думаю хотелось бы надеяться вот дали нам какой-то знаете на что похоже на инвалидку на нашу советскую ой блин что за машины нам дают а не знаю ой надо наверное раллийный чемпионат опять ехать что-то с машинами совсем ну совсем плохо что-то всякую туфту дают какую-то туфту совсем плохие мужчины что-то нас не уважают вот опять дали нам какой-то тапок невменяемый эх скайлайн красавец ты наш но подвел 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 немножечко ничего подкопим денег под прокачаем красавца и ринемся в бой но думаю что да надо деньжат во-первых поднять можно это дело в ролиных чемпионатах уже одна серия была надо чуть-чуть разбавлять я собственно так и хотел не подряд их проходить а ну разбавлять как раз может быть в следующей серии мы раллиные чемпионаты покатаем вот ну а на этом я с вами попрощаюсь надеюсь что вам нравилось все о чем я тут с вами болтал как мы катались сегодня мне кажется что достаточно прикольно ну а с вами был как всегда скудер подписывайтесь на все все ссылки под этим видео всем пока пока и удачи субтитры